Привет всем, кто зашел сегодня на посиделки с карандашами. С вами снова Виталина. И сегодня я хотела бы по просьбам моих подписчиков сделать обзор на акварельные восковые мелки, которыми я пользуюсь в основном для создания фонов. Спасибо вам большое, что вы пишете комментарии, досите какие-то предложения. В общем, я всегда открыта этому и с удовольствием выполняю вашу просьбу. Одну из просьб по обзорам. И вообще я составила немножко в план по дальнейшим моим видео. В общем, в плане у меня стоит, кроме сегодняшнего обзора, также обзор на цветные карандаши Лира Рембрандт. Да, я не забыла об этом, я обязательно его сниму. Но так как многие хотели увидеть обзор именно на мелкие водорастворимые, то я снимаю это видео первым. Затем я бы хотела снять видео также о моих рисунках. Поступила также просьба показать мои рисунки. Далее хочу снять такое видео, типа раскрашиваю и болтаю, рассказать о жизни в Германии, о моих впечатлениях, о путешествиях, ну и тому подобное. Ну и конечно же я буду снимать раскрашенные работы за месяц. Вот, такие вот пока что планы по моему каналу. Поэтому кому интересно, заходите, смотрите. Я постараюсь снять в скором времени видео на Лиру. Не хочу обещать, когда именно, но я стараюсь. У меня уже один рисунок в работе, вернее раскраска, я делаю полностью одну раскрашенную работу Лирой, и хочу кое-что нарисовать, и тогда уже я выпущу обзор на Лиру. Ну вот, а сегодня приступим к обзору на водорастворимые восковые мелки. И акварельные восковые мелки, ну или пастели. Их также называют еще и водорастворимая пастель, в частности фирма Марабу. Так они в интернете также звучат. В общем, я пользуюсь в моих раскрасках и рисунках двумя марками, в основном двумя марками водорастворимых мелков. Это Яксон, как я уже упоминала в моих видео, которые вышли ранее. И мелки от фирмы Марабу. Вот, они у меня продаются поштучно у нас. И я вот купила, здесь получается у меня уже 12, да, 12 штук. Вообще, нет, извините, не 12, у меня 14. Я два не принесла. Я их купила совсем недавно, поэтому извиняюсь, сейчас принесу. Это серые и зелененькие, я их купила буквально на днях. Это получается также, я обзор немножко моей новой канцелярии. Ну, в общем, начнем. Значит, начнем с мелков Яксон. Яксон это немецкая фирма. Произведены они в Штутгарте, в Германии. Вот так выглядит упаковка. У меня 12 цветов, но есть еще 24 и, кажется, 36. Я точно не уверена, но, кажется, есть и 36 цветов. Еще хорошо то, что они продаются поштучно. Помимо этих 12 цветов, я потом докупила себе еще 3 цвета. Таким образом, у меня сейчас 15 мелков от Яксон. Так, немножко опустим, я думаю, чуть-чуть вот так. Значит, вот так выглядит упаковка. И она... Да что такое сегодня? Никак не ладится у меня тут с камерой. Она, помимо того, что вот верхняя упаковочка, еще потом идет еще одна. И вот они сверху также закрыты картоночкой. Вот какой-то такой вот, как слюда для защиты от ударов. Вот выглядит они так. Такие вот мелочки. Значит, я сделала выкраску. Вот у меня выкраска на эти мелочки Яксон. Значит, вы видите, что они ложатся немного, когда на сухую, они ложатся немного с пропрешинами. Вот это у них такая характерная черта. Размываются они хорошо, без всяких штрихов. Отлично. В общем, мне больше нравится ими рисовать, именно размывать их потом. На сухую, да, можно некоторые техники делать, но оно немножко вот с пропрешинами делается. И они плохо друг на друга наслаиваются. Да, можно наслаивать, но на раскрасочной бумаге это очень, в общем, не совсем подходит. Можно наслаивать на более зернистой бумаге, там этот процесс более легче проходит. Но вот на раскрасочной не очень. Но размываются они хорошо, вот такие вот яркие цвета. Довольно-таки яркие. Но в отличие от марабу, например, они бледнее. Значит, плюсы этих мелков, какие в раскрасках в частности, то, что они в основном никогда не протекают на обратную сторону. Их можно размывать, но я размываю без большого количества воды. Я беру синтетическую кисть, вот такой вот кистью я их размываю. И она берет немного воды на себя, и поэтому они еще из-за этого также не провокают потом на другую сторону. Но марабу, например, мелкие, которые я сейчас дальше буду показывать, они часто бывают, что проступают. Также плюсы в том, что можно купить поштучно эти мелкие. И цена, конечно же. Например, у меня нет неоколор, который сейчас так в тренде у раскрашивательного мира. Но они, конечно же, намного дороже этих. А вот эти, например, вот у меня 12 цветов, мне кажется, они, по-моему, обошлись около 7 евро. То есть, эта цена очень даже бюджетная. Хотя качество и цена, я считаю, что оно соответствует. То есть, я не могу сказать, что они такие намного так хуже марабу моих любимых. Но все равно, конечно же, они отличаются. Но вот если брать, например, неоколор и вот эти мелкие, то если нет возможности покупать такое дорогое, то этих мелков, я думаю, вполне достаточно. И вот я хочу показать рисунок. Значит, что касается раскрасок, они плохо наслаиваются на сухую. И также, если вы сделаете размытый слой, и потом по размытому вы захотите еще раз нанести по-сухому, когда он высохнет, вы захотите еще раз один слой нанести, то он тоже будет практически не будет, не будет они рисовать. Но, опять же, в этом случае я обнаружила один секрет, который можно тоже использовать для того, чтобы накладывать второй и, может быть, даже и третий слой, чтобы получать такие фактурные глубокие фоны. Я потом расскажу, потому что сегодня будет не только обзор, мы также с вами сделаем парочку фонов в раскрасках этими мелками. Поэтому и дома будет интересно. И вот я хотела показать рисунок в моем скетчбуке. Здесь бумага довольно-таки, вообще он как акварельный, и она зернистая. И вот здесь я уже наслаивала несколько слоев. Здесь оно получалось. Вот такой вот у меня рисунок. Вот фон. Здесь сделан мелками яксон. Я послойно делала заливки, и у меня получалось нанесение... Но три слоя, по-моему, я точно здесь могла нанести. Вот первый наносишь, он высыхает, потом наносишь, второй опять размываешь, вносишь третий. То есть на такой фактурной бумаге это у меня получилось. Но в раскрасках, к сожалению, не совсем такого нельзя сделать. Но в целом эти мелки хорошие. Поэтому если кто хочет бюджетные варианты, у этих людей нет желания покупать дорогие мелки, или нет возможности, то это, я считаю, прекрасная альтернатива. Тем более для хобби. Не для художников профессиональных, а для хобби это просто прекрасная альтернатива. И я не знаю, как в России, можно ли их купить поштучно, но здесь можно. Это тоже очень большой плюс. Так, далее, значит, переходим мы к моей любимой марке водорастворимых мелков. Это Марабу. Я о них уже не раз упоминала в моих видео о раскрасках предыдущих. И вот теперь я наконец-то их показываю. Ну, что касается первую очередь, конечно же, минусом этих мелков является то, что они довольно дорогие. Они, значит, один мелок стоит 2,5 евро. И я не покупала их все сразу. Я как бы, я не могла себе этого позволить. Я так покупала, например, месяц куплю две штучки, потом еще на следующий месяц. Ну, в общем, так постепенно я накупила их 14 штук. Вообще, в моем магазине было 15. У меня нет еще оранжевого. Но я, наверное, его не буду покупать, потому что легко его оранжевый цвет можно получить из желтого и красного. Поэтому я вряд ли не буду покупать оранжевый. Но остальные у меня есть. Но я знаю также из интернета, что существуют также золотые, золотистые, серебристые эти мелки. Но в моем магазине их не было. Ну, в принципе, они мне так особо не нужны. Вот так выглядит этот мелочек. Продаются они упакованные. Вот у меня есть упакованный красный. У меня так получилось, что я забыла, что я уже купила красный один и купила еще второй. Поэтому второй у меня сейчас лежит запакованный. Вот, кстати, я их поменяла здесь. вместо открытого взяла закрытое. Ну, ладно. Вот он в таком сверху целлофане запакован. Называется он Art Crayon. Не знаю, видно ли будет сейчас. Я, наверное, включу большой свет еще к этому. Чтобы как-то темновато получается. Здесь значок, указывающий на то, что они растворяются в воде. Растворяются водой. Размываются водой. Прошу прощения, заговариваюсь. Вот. Они очень мягкие. Просто, когда я попробовала впервые, я просто в них влюбилась. Они как губная помада. Вот я сейчас открою один мелочек. Вот, пожалуйста, он так выглядит. Он великолепно выкручивается. Вот так вот. Закручивается тоже. Довольно-таки длинный он. Но я не буду до конца выкручивать, то он еще сломается или выпадет. Но видно, что он выкручивается. Вот. Здесь есть такие выемки для того, чтобы держать пальцами. И они не скорзили. Вот. И по консистенции это как настоящая губная помада. При нанесении они просто превосходны. Вот мы будем делать фон, и вы все увидите. Очень мягкие. Конечно, они списываются быстро, но как быстро. Вам не нужно их много. Они до того сильно пигментированы, что для того, чтобы получить сильный цвет, вам не нужно очень много наслаивать. Вот, например, Яксон. Они менее пигментированы. И там я делаю погуще слои. А этим, в принципе, это и не нужно. Великолепно. Очень мягкие. И размываются они прекрасно. Но только, конечно, вот, может быть, можно это считать минусом в раскрасках, что они часто протекают на соседнюю страницу. Ну, в принципе, кому это принципиально, кому нет. Но также можно ведь раскрашивать и в односторонних раскрасках, и на другой странице можно это потом все замаскировать. То есть для меня это не особо-то большой минус. Так, что еще? Вот я покажу сейчас выкраску. Вот она, выкраска такая. Конечно, они ярче, чем Яксон. Я думаю, это будет видно. Вот я сейчас сравню эти две выкраски. Вот вверху это Яксон. Видно, как он с проплешинами так ложится. Вот если вы... Верхний ряд это на сухую, а нижний это с размытием. И вот если вы сравните с Яксон, то это, конечно, небо и земля. Марабу ложится очень гладко. А вот Яксон ложится с проплешинами. Но по размытию, я не знаю, будет ли видно на камеру, что, да, Марабу, они ярче. Но это не так уж сильно, ну, не значительно, но все-таки ярче. Еще как-то более однороднее получается размытый цвет. Вот как бы я здесь делала выкраски на такой бумаге, которая приближается к раскрасочной. Ну, не совсем, конечно. Это из скетчбука. И она не офисная, но как бы не сильно толстая. И вот видно, что Яксон бледнее. И не очень... У него там какие-то вот такие, как точечки беленькие. Ну, неравномерность размытия. То есть покрытия после размытия. А вот Марабу, он более равномерный. Но, опять же, это все чисто субъективно. И отличие совершенно небольшое. Но при работе, конечно, Марабу значительно, значительно приятнее, чем Яксон. Очень мягкие они и яркие. И также плюс в том, что их также можно на сухую, как масляную пастель, растирать, смешивать между собой. И это покрытие, которое потом образуется... Я вот показывала, по-моему, последнее видео по раскраскам за июль. Там я делала картинки с Рапунцель фон этими мелками Марабу. И у меня он до сих пор на прилегающей странице не отпечатался. То есть он как бы так застывает потом, что вот даже если по нему пальцем проводишь, он не вымазывается. Но если, конечно, там сильно нужно так давить, то, может, что-то и будет. Но вот так просто вот проводишь, он не размазывается, не вымазывает руки. А вот Яксон, он как бы он немного размазывается. Вот даже я сейчас на выкраске сделала, немножко провела. И вот он уже размазался. Не знаю, видно здесь, но он размазался. Вот. И у Яксон я тоже одну технику обнаружила, которую можно применять, и потом оно не размазывается практически. Это смешение цветов с помощью белого мелка. То есть он выступает в роли блендера, он сглаживает все эти проплешинки. И получается такой вот глянцевый слой. Вот с Яксон можно, в общем, у Яксон нужно использовать всяческие такие секретики, да. А работая с Марагу, в принципе, тут все ясно и просто, не надо ничего изобретать. И большой плюс у Марагу также то, что вы можете наслаивать и в раскраске, на бумаге, в раскрасках, вы можете наслаивать также по нескольку слоев. Вы сделали один слой, он высох, вы берете другой мелок, делаете второй, опять размываете, он высыхает, вы снова делаете. И оно прекрасно накладывается, размывается, и получаются такие глубокие, фактурные фоны. Но также можно эти мелки прекрасно комбинировать. Например, я делала тоже так. Нижний слой я делала мелками Яксон, а сверху, так как Яксон уже у меня не наслаивались, я делала сверху мелками Марагу. Вот, фоны, значит, мои готовые, я вам уже показывала в прошлом видео, но сегодня я тоже вам там покажу. Я тут не все раскраски взяла с фонами, но кое-что покажу. И сегодня мы также сделаем фоны. Вот у меня еще для сравнения здесь лежат детские мелочки от Pelican, водорастворимые, также восковые мелки, вот они в такой попорке. Я взяла для сравнения, пользуюсь я ими редко, потому что у меня вот есть намного более лучшие мелки. Но, в принципе, для такой детской пастельки, вернее, восковых мелков, я не могу это назвать пастелью детской, то они довольно-таки хорошие. Вот они так выглядят. Очень хорошо то, что у них вот корпус пластиковый, вы можете также руки, и вот когда он заканчивается, вы можете вот так вот переводить вот этот стержень, вот сюда здесь есть такие выемки, вот этот вот держатель, он там цепляется за него, и вы таким образом выдвигаете больше стерженек, и руки не вымазываются хорошо. Ну, конечно, кстати, мне попался бракованный набор, здесь вот место, я так понимаю, здесь тоже будет быть один, помимо голубого, здесь должен быть темно-синий, мне положили два фиолетовых. Ну, ладно, пусть так. Вот и выкраска на эти мелочки, ну, конечно, сравнить с Марабу, но и с Яксон тоже, они значительно-значительно бледнее, во-первых. Хотя пишут, они довольно мягко, но напоминают, как будто вы свечкой водите по бумаге, вот такое вот чувство, это и характеризует вот эти детские мелочки. А вот даже Яксон взять, хоть он и ложится с проплешенками, у него как, ну, более, знаете, такое чувствуется, что это более дорогие и более профессиональные мелки. Вот. И размываются они тоже довольно-таки бледненько, да, и, в принципе, я их не использую для того, чтобы размывать. Я ими только делала фоны на сухую. Ну, вот насчет делать фоны на сухую, их вполне можно использовать. Ну, конечно, может кто-то захочет и размыть, в принципе, если нет других мелков, то можно, в принципе, их и размыть. Но на сухую мне понравилось. Я в одной раскраске я делала фоны вот именно сухую и довольно-таки неплохо получилось. Я сейчас, кстати, покажу, я просто не взяла эту раскраску, сейчас, одну минуту. Вот эта работа. Я ее выставляла в группу ВКонтакте также. Вот здесь вот фон я делала этими мелками из зонтики и там вот такой дождливый фон. Думаю, сейчас видно будет. Вот, я здесь использовала желтый, фиолетовый и голубой мелки. И их, в общем, поочередно и даже я здесь наслаивала. Наслаивать их тоже трудновато, но если совсем-совсем не давить на них и слабенько-слабенько первые слои делать, то можно также их и наслоить. Ну, вот такой вот фон получился. Он сделан на сухую. Они даже, когда ты их наслаиваешь, они сами как-то как сказать, завосковываются, но не знаю, как определить это понятие. И то есть как будто блендером о ним прошлись. И вот спустя время эта раскраска у меня лежит уже довольно-таки долго с этой картинкой. Здесь ничего не пропечатывалось. Я ничем не закрепляла никаким фиксативом. Вот это вот эти вот детские мелочки пеликана. А что касается марагу и яксон, то их все-таки лучше закреплять или фиксативом, или лаком для волос. Потому что они не сразу, но после того, как они порежат, и даже если они размытые, вернее, если они размытые, это скорее всего даже происходит, чем нежели они сухие. Быстрее они, мне кажется, даже отпечатываются. Сухие, конечно, вот яксон сухие, в принципе, они тоже отпечатываются. Ну и а вот марагу на сухую я делаю, пока они еще не отпечатаются. Но я также буду дальше наблюдать. А вот если после размытия они потихоньку потом отпечатываются. Вот, например, у меня в совах магических, кажется, да, вот я делала вот эту вот картинку здесь магических совах. Сейчас я немножко вот вот этот фон сделан мелками яксон совместно с марабу. То есть я смешивала здесь эти мелки и они вот здесь немножко уже отпечатались, как гуашь. Я эту страницу не фиксировала, но она односторонняя раскраска, поэтому я не стала это делать. Это на случай того, если вы будете делать такие фоны в двухсторонних раскрасках, то лучше, конечно, их фиксировать. Пользуюсь я фиксативом для пастели. У меня также есть и лак для волос, но я пользуюсь фиксативом. Лаком я еще не пробовала. Позывается у меня Artist Soft Soft Fixative. Он применяется для различных техник, не только для пастели. Значит, для карандаша, угля, пастели, масляных и восковых мелков, вот, пожалуйста, акварели, темперы, акрила, туши, на бумаге, картоне, гипсе, дереве, пластики. В общем, вот образуют защитную пленочку такую, и ваши материалы не осыпаются, как пастель, например, сухая, не мажут другие страницы, вот как, пожалуйста, у нас здесь идут восковые мелки сегодня. То есть, вот такой у меня фиксатив. Но я думаю, что фиксатива, в принципе, много. Можно какой-нибудь другой испробовать, но в принципе, мне вот этот мой нравится. И он относительно недорогой, по-моему, я не помню, сколько он стоит, но он бюджетный. И мне он нравится, хороший, так сказать, вот его я использую в своих работах. Подводим итоги. Мы имеем здесь три марки мелков водорастворимых. Это яксон, как я уже сказала. Это марабу и детские марки пеликан. Что касается яксон, я еще раз хочу сказать, что это очень хорошие мелки. Плюсом относится то, что они прекрасно размываются водой. Довольно-таки яркие. Можно купить их поштучно. Есть различные наборы с различным количеством мелков. То есть, выбирайте на ваш вкус. Если какой-то закончится, всегда можно докупить. С ними можно использовать различные техники. По сухому, по мокрому, с дальнейшим размыванием. По мокрому, именно, если вы смочите бумагу, тоже прекрасно идет все. Я потом покажу, кстати, сегодня. К минусам я бы отнесла то, что, ну, как минус, это опять же, на чей-то вкус. То, что они ложатся немножко с проплешинками. То, что ими нельзя наложить много слоев, в частности, в раскрасках. Они не наслаиваются хорошо друг на друга. Ну, и то, что, не знаю, это минус или нет, то, что вот название цвета и номер указан вверху мелка. И это не очень удобно, так как вы списываете его, и вы отрываете вот эту бумажечку с этим номером. И потом, впоследствии, если вы хотите купить такой же мелок, который у вас хоть закончился, вы, если заранее не записали, вы можете запутаться, какой же вам нужно номер купить неправильно. То есть, ну, вот этот вот минус. А так, к остальному у меня нет претензий, я их с удовольствием использую. Пока у меня не было марабу, я просто была в восторге от них, честно сказать. неоколор я не пробовала, они действительно дорогие, неоколор, и я не думала, что я их буду покупать, я не считаю нужным, тем более, после того, как я купила себе кемарабу. Вот. Ну, вот, яксон я могу также порекомендовать. Так, что касается марабу, я уже несколько раз повторяла, это мои любимые восковые акварельные пастельки. Плюсы у них то, что они яркие, ложатся они без проплешин, ведут себя просто на бумаге превосходно, им не одно удовольствие писать, потому что они как клубная помада действительно, они прекрасно сделаны, защищены, легко выкручиваются, руки не пачкают, защитный колпачок, опять же, он тоже в анонете, его ничего не будет испачканно. Продаются они в целлофане упакованные, то есть вы знаете уже заранее, что никто его не открывал и не использовал. Название цвета также указано здесь, и оно никогда не сотрется, потому что это пластик. Вот. Размываются они также великолепно, наслаиваются друг на друга превосходно. По сухому вы можете их смешивать, как масляную пастель между собой, растирать пальцем, и даже намного лучше, чем масляную пастель, потому что она потом мажется, и многие пастели. Кстати, я хочу опять, я хочу снова, по-моему, я уже говорила в каком-то видео, например, у меня есть масляная пастель тоже от вот этой фирмы Яксон. Если кому-то интересно, вы пишите мне в комментариях, чтобы я сделала обзор также, или даже не обзор, а каком-либо видео, я просто вам ее показала, сделала несколько штрихов и показала рисунок, выполненный ею, потому что у меня есть рисунки от этой фирмы не только вот эти растворимые восковые пастели, но также есть обычная масляная пастель. Она очень яркая, она превосходна для картин, но она очень жирная. И вот я написала одну картину, повесила ее на стену, оформила ее паспарту, и в скорости на паспарту появились жирные такие пятнышки. Но для этого, конечно, не страшно, паспарту я поменяла на более другую устойчивую бумагу к этому, и теперь все нормально. Но если вы в раскраске используете вот такого рода пастель масляную, нужно всегда быть внимательным и предварительно пробовать. Я знаю, вот кто-то из девочек говорил, что у нее масляная пастель не пропечатывается, да, я согласна, есть такая, у меня была, это была дешевая очень масляная пастель, и она как бы вела себя так, как даже более восковая, чем масляная, и она действительно не пропечатывалась, не оставляла пятен, и практически не переходила на другую страницу, вот, сверху. Ее можно было делать фоны, но я не знаю, что она не нашла, что я взяла ее выбросила, мне она показалась суховатой, и думаю, я не буду ее рисовать, а в раскрасках у меня есть, к тому времени, по-моему, у меня что-то было уже из мельков, я к слову, у меня, наверное, было, может, и не было еще пока, может, не помню я даже, честно сказать. В общем, я ее выбросила, а теперь жалею, что я выбросила, потому что, в принципе, ее в раскрасках можно было использовать, она не оставляла масляных пятен, но зато у нее недостаток, она жесткая, ей не получается такой фактуры, вот, как масляная картина, вот, как у меня, вот эта пастель Яксон, я просто ей очень довольна, но, опять же, это кто пишет картины, а кто в раскрасках, кто для них, в принципе, такие дешевые, полумасляные, полувосковые пастельки, они, в принципе, пойдут, поэтому я жалею, что я ее выпросила, я бы сейчас могла ее показать, но, к сожалению, ее у меня больше нет, вот, но это, что касается масляной пастели, просто такой вот совет, чтобы, она бывает разная, в общем, чтобы, коротко сказать сейчас, она бывает разная, бывает, оставляет масляные пятна, бывает, не оставляет, поэтому всегда нужно тестировать, так, мелкие марабу, очень хорошие, я уже сказала, но, единственный минус по ним, ну, вернее, может быть, даже два минуса, вот, для раскрашивательщиков, то, что они могут проступить на обратную сторону, и то, что они дорогие, как я уже сказала, один мелок стоит 2,50, 2,50 евро, и для сравнения, один карандаш полихромы, стоит 1,85 евро, вот у нас здесь в магазине, то есть, полихромы с карандаш дешевле, чем вот эти вот мелки, но, опять же, это все относительно, в принципе, как я уже сказала, я их покупала не сразу, а постепенно, и это, как бы, не так сильно на моем бюджете не сказалось, но теперь я полностью довольна, что они у меня есть, но там достаточно, теперь у нас лить воду, забыла же, есть, есть еще же пеликан последний, вот эти детские мелочки, пеликан, я их показала чисто для сравнения, поэтому, конечно, их нельзя ставить в один ряд с этими двумя марками, Яксон и Марабу, я просто для сравнения показала, но в своей ценовой категории, в принципе, они неплохие, можно ими тоже работать, если вот, например, у кого-то они появятся, я даже могу показать сейчас, у меня здесь есть, в моих выкрасках, что я ими здесь немного нахимичила, просто так их пробовала, и вот этими дешевыми детскими мелочками пеликан, вот такие вот цветочки здесь эскиз, но верхние это не то, это, по-моему, здесь я Марабу размывала, хотела выкраску делать, потом здесь что-то сбилось, вот, и такие вот даже фоны можно делать, как я уже показала сегодня фон, вот этими детскими мелочками, а здесь вот, когда его жирно-жирно, очень с большим давлением наносишь, получается такая жирная, как сказать, текстура, и по ней вот, я процарапывала, не знаю, будет здесь видно или нет, как с граффитом, вот процарапываешь по этой поверхности, это, в принципе, тоже интересно, можно использовать для раскрасок, вот я сейчас провожу по этому вот, они вообще не мажутся, то есть они застыли, вот как парафин застывает, и, в принципе, все, но это вот плюс, конечно, для них, то, что они не мажутся, ну и вот в этой коробочке есть какая-то вот рыбка, кстати, с зазубринками, я вообще не знаю, для чего она тут, и потом, в общем, я решила ее использовать для этого, с граффитом, для процарапывания, вот этими вот зазубринными плавничками, я делала вот фактуру на этом фоне, ну вот, это было последнее, что касается теории, а теперь переходим к практике, и давайте сегодня сделаем с вами вместе фоны, в двух раскрасках, в общем, я буду делать фоны, в одной раскраске буду делать фоны с помощью марабу, а в другой раскраске буду делать с помощью яксо, с помощью переклана мы сегодня делать не будем ничего, если кому-то интересно, в другой раз как-нибудь, может быть, я могу сделать что-нибудь с пеликанами, с мелками, но пока вот сегодня яксон и марабу, я уже давно, некоторое время, вернее, не делала такие сложные, фактурные фоны, и сегодня мы это попробуем сделать с вами, значит, я возьму две раскраски, начну делать в одной, одними мелками, пока оно будет высыхать, я буду делать в другой раскраске, другими мелками, возьму раскраску от Татьяны Балгема, и здесь я хотела бы начать фон, скорее всего, я эту работу сделала на марафон Ольги Рани, к новой теме по морским глубинам, здесь вот с русалочкой, с русалочкой работа, и сегодня будет все спонтанно, в принципе, как у меня очень часто бывает, я эти фоны слишком не прорабатываю заранее, не тренируюсь, а просто беру и чисто интуитивно начинаю их делать, вот, значит, такая вот работа, вот, я сейчас покажу, прошу прощения, я не могу поставить камеру именно над моими рисунками, она у меня стоит сбоку, у меня как бы не получается так с местом, поэтому вот оно будет у нас чуть наискось, но я сейчас приближу, приближу, чтобы как можно лучше видно было, что я здесь буду вытворять, вот так, я думаю, хорошо будет, в общем, здесь немножко есть фона, и вот мы его запомним сейчас, но вот внутри, где русалочка сама, я буду делать это карандашом, вот, она как бы в такой вот пещере находится, да, а вот снаружи я сейчас буду заливать фоном, я буду делать это карандашом, и вот,